Всем привет! Если вы смотрите это видео, то попали на мой канал. С вами Драйв Флор. Добро пожаловать в Bleach Brave Souls. И сегодня у нас рейд на Баргана. Прохождение рейда на Баргана. И да, вот он. Я его уже, как видите, выбивал с копа, но вроде я его не прокачал. Я влил их всех в Улькиору. Всех, что у меня были Барганы. И поэтому его не успел прокачать. Поэтому это даже хорошо, потому что еще 50 орбов. Это прям отлично. Вот. Причем я не прокачал еще ни одного шестизвездного, кроме Улькиоры. У меня уже 800 орбов. То есть мне еще прокачать кучу. То есть 5, по-моему, персов. Да, 5 персов. Так, Ашиды. Это самое какого. Хиори, Рюкен, Шинджи, Еруичи. Да, вот этих пятерых. И еще Баргана. То есть... Причем Еруичи у меня еще даже на 5 звездах не прокачано. Короче, очень много у нас будет орбов. И я надеюсь, что степ-ап откроем удачно. Как и Эдов, собственно. Самое главное, на нем выбил Улькиору. Конечно, очень хотел бы деда. Очень хотел бы с айфон. Но... Но... Вот. Хэй, я возьму на сложный уровень. Да-да. Вот. То весь день не могу его взять, потому что он просил меня взять его на рейх. Хорошо, без проблем. Смотрели стрим с братом, как этот... Ну, этих у клабов, где они... Ну, рассказывали новые новости. Ну, там про Тацки. Что будет она у нас летняя в... В ПОП-магазине. И там были опять... Они открывали, в общем, эти... Клабы, они открывали витрину. Да, то есть там выбор перса был. Еще открывали витрину. Короче, они открыли Фриз Сумон. Им выпал Улькиору. И если кто помнит, реакцию этого самого японца на то, что выпал ему Ро Кычиге. Я думаю, я вставлю эту реакцию. Вот. Ему выпал Ро Кычиг, и он сделал какую-то вот... Очень странную вещь. Он... Он... Вот... Вот так вот он сделал. Странно очень. И... Что-то непонятно зачем. Но это у них такая... Высвобождение радости у них такое, видимо. Ну и, короче, как вы уже поняли, им с бесплатного в этот раз выпал Улькиора. И он повторил это действие. И это было очень классно. И смешно. Вот. Да, прикольное. Интересное высвобождение радости. Японцев. А тем временем, мы дошли до босса. Кстати, у Баргана есть, по-моему, если я не ошибаюсь, я в копе видел две заряжающие атаки. В следующей... Вот сейчас мы посередине, который будет у нас уровень. Мы никого не будем брать и посмотрим на них. А в следующем возьмем Хея. Итак. Четыре капли с адвенсит. Это хорошо. Это гуд. А рейды ведь теперь можно икс пять проходить. Вообще же классно. Ну давайте посмотрим, кстати. У него должно быть. Да, вот. У него хай-пауэр стронг атак. И уэкен. Уэкен. Он ослабляет. Ну да, у него две атаки. Сейчас увидим их. Вот. Превьюху, надеюсь, успею сфоткать. Если что, на следующий уровень. Оставлю. Так. Значит, никого с собой сейчас не берем. И поехали. Ох. Ну. Что можно поговорить. На что теперь будете копить? На второй степ-ап? Или же на... Я лично буду открывать второй степ-ап. Я очень хочу Яхве и Айзена. Да и вообще четвертых ТКВ. Я, конечно, очень надеюсь, что они будут на второй степ, потому что это было бы очень круто. Тем более уже с последних прошло три месяца. То есть уже должны быть следующие. Ну и раз уж Яхве показали, я так понимаю, он уже не за горами. На нем уже два раза намекают в игре. Еще и на стриме показали. Это прям вах. Яхве вах просто. И также остальные ТКВ должны быть уже. Покажут в ближайшее время, надеюсь, уже. Ну и, конечно, если все будет удачно, если все будет хорошо на этих степах, то я буду точно уже прям 100% копить на витрину с подчинителями, где я очень-очень-очень сильно хочу вытащить рируху. А то что-то я ни летнюю, ни новогоднюю не вытащил, а меня это очень расстраивает. У меня уже пять обычных, но ни одной сезонной. И тут, может, хотя бы обновленная икс-двашная будет. Это было бы круто. Итак, давайте посмотрим на атаки барыги. Сбарыжит у нас урон. Только не убивай его, блядь. А, он нормально. Вот это, мне кажется, ослабляет. А вот это наносит урон. Да, это урон наносит. Мы все-таки проверим насчет ослабления. Смотрите, сколько у меня у этого хп. Ну-ка, ослабление. Ну-ка, просто ослабление накладывает. И все. А второй, он наносит огромный урон. В принципе, нормально. Ой, выпал. Не заметил. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Давай, последний уровень. И мы заканчиваем. Ах, да, еще же гильдквест надо записать. Сегодня уже среда. Сегодня он заканчивается, а надо его записать. Ну, вложу его в четверг. Так и быть. Так, берем хэ с собой. Хэй-хэй. А, прямо сейчас будут записывать. После этого. После рейда сразу пойду ГК записывать. Вот. Да. Интересный босс. Интересный. С двумя атаками. Давно ли были боссы с двумя атаками? По-моему, только один единственный был. И то, и это Айзен. А он уже древний-древний, как... Дерьмо мамонта. На самом деле, он не настолько прям уж древний. Он был год назад. Да. Еще вот. В сентябре он появился. 2016-го. Блин, это почти два года назад уже. Дангай почти два года. Серьезно, уже обалдеть можно. А игре три года. Хе-хе. И моему каналу три года. Вот это класс. Всем по три года. Так. Оп. Ну. Ой, блин. Кстати, мне брат говорил, тут настройки есть что-то. Какой-то мод можно. Какой-то мод. Ну, какой-то этот. Ой. Я вот не помню, какой у него... Какой-то эффект был. Не помню, какой. Чтобы... А, смуз-мод. А он у меня и так включен. Поэтому у меня и фпс не повышается. И все равно плох-плох. А прикинь, я отключу смуз-мод. Ой, блин. Хреновый. Ну, ладно. Мне-то скаранится. Ну, гаван до днюхи бы терпеть. Посмотреть. Если смогу купить телефон на день рождения, то уже все, ребята. ББС не будет так полагать. Ну, давай-давай. Убей этого пустого. Ну, убей. Ну, чё ж так. А еще я узнал, что у Киора так-то на самом-то деле и говнецо немного в пвп так-то. Да, дедов он выносит. Понятно, он любого зеленого выносит там. Но так-то в основном его что Тошера, что Банкен, что даже руки все равно выносит. То есть любой кастер его просто в смятку, так скажем. И это его делает еще менее пвп персом, чем я думал. Я думал, он реально будет хорош в клубе. А он говно на самом-то деле. Поэтому я думаю, что если вот Яхва будет контр-мунахан и его добавят, естественно. По-любому добавят, но если он будет контр-мунахан и если он мне выпадет, тогда я сделаю Яхва, ну и Тора, и Брокен. Отличный контр-тимы нынешний, топовый тимы. Да. Но все еще впереди, мы еще ничего не знаем. Но, надеюсь, уже в скором времени узнаем. А пока всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте во группу DrayFoera, Bleach Brave Souls, Bleach Brothers Lost. Следуйте по всем ссылкам, которые есть в описании. И не забывайте смотреть видео, которые будут показаны на экране. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok